МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во вторник глава городской администрации провел очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором был рассмотрен целый ряд вопросов по готовности автодорожных предприятий к предстоящей зиме, по взаимодействию экстренных служб при возникновении дорожно-транспортных происшествий и много других. Наш корреспондент Татьяна Бойко расскажет все подробности. В начале заседания глава администрации Александр Подорога представил собравшимся своего первого заместителя Андрея Лукьянова. Теперь он будет возглавлять комиссию по безопасности дорожного движения. Затем собравшиеся приступили к работе. В повестке более 10 вопросов. В первом обсудили целесообразность открытия в городе еще одной автошколы. Муравленко свою деятельность уже готова открыть автошколу «Старт». Правда, новое учреждение пока не готово принять курсантов. Нет своего автодрома. Договориться с Центром технического творчества на аренду их территории с автошколы «Старт» пока не удается. Если бы смогли они договориться, я считаю, что это бы с ЦТТ, то есть с этим автодромом, который есть, то это было бы большая польза для нашего города. Никому не секрет, что при стоимости 28 тысяч, и там года нет, конечно, там меньше года, но все равно такие очень недопустимы. Нам в городе необходима автошкола. Как решится этот вопрос, покажет время. Между тем, Александр Подорога отметил, что в перспективе каждая автошкола должна иметь свою площадку. Это станет более актуальным, когда начнется строительство спортивного комплекса «Зенит». Тогда территория картодрома подвергнется реконструкции. Там будет обустроено покрытие, вот на этом автодроме, сверху, фермами. И эта площадка будет использоваться исключительно для картодрома. Автошколы там больше присутствовать не будут. Была затронута тема пешеходного перехода у магазина «Наталка». Его там больше нет. Многие горожане по привычке переходят там проезжую часть, подвергая себя опасности. Члены комиссии приняли решение установить в районе «Наталки» ограждение. Вместе с тем, Александр Подорога отметил, что демонтаж так называемых лежащих полицейских подрядчики выполнили, мягко говоря, некачественно. Отвратительное качество дорожного покрытия в этом участке. Естественно, в следующем году за счет той организации, которая выполняла в этом году эти ремонты, оно будет реконструировано. Но здесь вопрос такой же. На контроль моего первого заместителя от этого никуда не денется. Но за бортом нужно поставить в общайшие сроки. Поднимался вопрос обеспечения безопасности дорожного движения и в районе образовательных учреждений. Там водители нередко забывают о скоростном режиме. Чтобы обезопасить детей, комиссия приняла решение у четвертой школы установить искусственные неровности. А рядом, во внутриквартальном проезде, должен появиться знак «Жилая зона». У детского сада «Линенок» должны убрать фундаментный блок и установить лежащие полицейские. В следующем году преобразования ждут и улицу Молодежную. Рядом детский сад «Золушка», но там до сих пор нет ни тротуара, ни пешеходного перехода. Требуют в честь предложения ГИБДД по скорейшему реконструкции обустройства улицы Молодежной. ГИБДД на контроль. Работать не будут. Административный штраф, наказание и так далее. Резкой критике подверглась работа управления коммунального заказа. Она не выполнила требования по устройству стоянок у некоторых образовательных учреждений. В районе Гюмолочки должна быть обустроена стоянка. Это есть или этого нет? Александр Александрович, по вашему поручению выполнен подход пешеходный и соединены две дороги. Подход пешеходный выполнен не по моему поручению, а по требованию граждан, жителей нашего города. Потому что дальше так было нельзя, когда на коляске невозможно было подъехать к детскому саду. Тема устройства стоянок у некоторых школ, детских садов пока осталась открытой. На совещании обсуждали и другие не менее важные вопросы. Вопросы взаимодействия служб экстренного реагирования в случае ДТП, о готовности дорожных предприятий к зиме и о состоянии детского дорожного травматизма. Следующее заседание комиссии по безопасности дорожного движения состоится через две недели. Городские власти будут спрашивать о выполнении поручений. Татьяна Бойко, Михаил Муштареев, Владимир Федоров, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. Они готовы представить свои идеи и инициативы на благо Ямала. 15 октября завершился первый этап проекта «Губернаторская сотня». Напомню, он стартовал в августе и инициирован главой региона Дмитрием Кобылкиным. Сегодня для достижения масштабных целей необходимы новые подходы, взгляды и умения. Потому формировать кадровый потенциал для развития социально-экономической и общественно-политической сфер округа нужно уже сейчас. Заявки на участие в проекте «Губернаторская сотня» подали более 700 человек. Свои предложения в развитии округа готовы внести и жители Муравленко. Подробности в материале Светланы Грачевой. Молодые, активные и готовые сделать социально-экономическое развитие Ямала более динамичным. Именно такие люди проявили интерес к проекту «Губернаторская сотня». 717 человек из различных муниципалитетов округа и других регионов страны. Помимо ямальцев, заявки на участие подали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского округа, Свердловской области, Ставрополя, Воронежа и Краснодара. Муравленко представляет 32 человека. Один из них – Александр Кузьмин. Проект считаю перспективным для развития Ямала-Ненецкого округа. В частности, для поиска тех молодых инициативных ребят, которые могли бы внести свою лепту в становление Ямала. Которые могли бы вынести на новый качественный уровень социально-экономическое положение. Ну и, конечно же, сделать жизнь более интересной. Трудовую деятельность Александр Кузьмин посвятил педагогике. Молодой человек готов представить свои идеи по развитию образовательной сферы. Его главная задача – заявить о себе. Если не попадет в число лидеров губернаторской сотни, не расстроится. Это будет возможностью для дальнейшего самосовершенствования. Где-то, значит, были бы допущены ошибки. Это ничего страшного. Отсутствие результата – это тоже результат. Безопасность, государственное управление, информационные технологии, транспорт, энергетика и коммунальное хозяйство. Сферы, в которых можно представить свои идеи, различны. Шанс стать потенциальным лидером муравленковцы не упустили. По условиям от 24 лет до 54 лет я скажу, что представители всех возрастных категорий, скажем так, принимали участие. Принимали участие также очень многие производственники, представители малого бизнеса, бюджетники, работники культурной сферы. Поэтому такая разнообразная компания. Конструктивных предложений по развитию округа со стороны ямальцев много. Новый проект позволит воплотить в жизнь наиболее интересные. О том, что профессиональные кадры нужно готовить заранее, говорят и жители нашего города. Если нет кадров, нет работы. Развитие города. Поэтому я думаю, что нужно готовить кадры заранее. Профессиональные. Это очень полезно, потому что если человек готовит с такого возраста, ну молодого возраста, то он будет знать больше, у него будет большой опыт для работы в будущем. Это есть шанс, что человек, который закончил или высшее или среднее образование имеет, ему может посчастливиться шанс, как сказать, ну занять такую должность, по которой он отучился. В рамках конкурса участники должны пройти три этапа – онлайн-тестирование, интервью по компетенциям и защита проекта. Итоги первого тура уже подведены. Именно тех, кто успешно прошел тестирование, станут известны в ближайшее время. Проект «Губернаторская сотня» продлится до декабря текущего года. Из финалистов будет создано экспертное сообщество. Оно станет основой подбора профессиональных кадров на различные должности. Светлана Грачева, Владимир Федоров, телерадио компания «Муравленко ТВ». Итак, «Губернаторская сотня» – проект, который вызывает неподдельный интерес у всех, кто так или иначе задумывался о своем будущем и кто горит желанием быть участным ко всем происходящим в обществе изменениям. В чем выражаются эти изменения сегодня и на что делает упор губернатор, развивая данный проект, поговорим с Алексеем Мокиным, муниципальным координатором данной программы по городу Муравленко. Добрый день, Алексей Евгеньевич. Здравствуйте. Ну вот, говоря непосредственно по губернаторской сотне, хотелось бы задать вам первый вопрос относительно всех муниципальных образований. Если говорить вот в разрезе абсолютно всех муниципальных образований округа, как и каким количеством участников наш город представлен в данной программе? Ну, подводя итоги первого этапа, зарегистрировано 32 участника из нашего города. Это средний результат в целом по округу, по территориям округа. Сейчас проходит обработка информации для того, чтобы определить, кто у нас из участников прошел во второй этап. Ну, говоря о втором этапе, первый уже позади, что важно знать всем его участникам? Ну, наверное, важно знать, что из себя представляет второй этап. Я сейчас еще раз об этом проговорю. Второй этап — это очное собеседование с муниципальным координатором. Здесь, в городе Муравленко, это со мной. После того, как я буду знать, с кем назначать мне встречу и проводить это тестирование, я буду приглашать. И мы будем стараться максимально выявить тот перечень талантов, компетенций у человека, максимально объективно оценить все его качества, деловые и личные. После чего мы результаты этой встречи, этого тестирования будем отправлять экспертам. Эксперты по областям, они находятся во всех, наверное, точках нашей страны. И Москва, и Петербург, и Салихард. География очень широкая. И будем ожидать от них результатов. Результатов оценки второго этапа. Вы встречались уже с каждым участником, с каждым из 32. То есть, есть уже определенное мнение относительно того, в каких сферах будут представлены проекты наших участников. Можете озвучить, на что больше всего ориентированы их проекты? С некоторыми встречались, с некоторыми разговаривали по телефону, решали какие-то срочные вопросы, адресные вопросы. Консультации проводили. Ну, сфера очень разная. Скажу, что и заявители, это и работники бюджетной сферы, это работники культуры, это у нас и представители коммунальной сферы, представители ТЭКа, это юристы. То есть, очень серьезная и разнонаправленная команда заявителей от города. Я думаю, что в этих отраслях, в этих сферах они предложат какие-то идеи по решению каких-то ключевых, жизненно важных и очень актуальных вопросов для нашего города. Ну и в завершении нашего диалога давайте еще раз уточним, все-таки на что направлен этот проект и какой основной упор, реализуя его, делает сам губернатор. Ну, основной упор — это выявление, это призыв и приглашение в команду для реализации серьезных проектов, для участия в серьезной работе талантливых людей. На самом деле, и губернатор так считает, что у нас их достаточно. И потому те цели, которые ставятся, очень серьезные, очень амбициозные, необходимы для того, чтобы задействовать специалистов. Более того, планируется создать некое экспертное общество по сферам, по отраслям, кого будут привлекать для экспертизы, для совета, для участия в проектах в будущем. Спасибо, Алексей Евгеньевич, за то, что нашли время, пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Телезрителям я напомню, что гостем нашей программы сегодня был Алексей Мокин, муниципальный координатор по городу Муравленко по реализации проекта «Губернаторская сотня». Продолжаем наш выпуск. Его достижениями гордится весь город. После лондонской паралимпиады имя Карена Абрамянца знает практически каждый житель Муравленко. На 14-х паралимпийских играх Карен выступил в весовой категории 82,5 килограмма и стал 11-м в мировом списке спортсменов-пауэрлифтеров. Он единственный представил Ямал на паралимпиаде в Лондоне. На этой неделе со спортсменом встретился Александр Подорога. Такого уровня мы еще не участвовали в событиях. Ну и по прошествии небольшого времени мы встретились, потому что эта встреча важна для меня, я считаю, она важна в том числе для жителей города, а самое главное, она важна для тех ребят, которые занимаются спортом и имеют для этого все возможности. Но тем не менее не участвуют в тех же спортивных соревнованиях, не участвуют в развитии самого себя. Ну а вы для нас такой хороший, яркий пример. Именитый спортсмен рассказал главе администрации о своем выступлении на мировом помосте, о знакомстве с Владимиром Путиным, отношении европейцев и азиатов к спорту и о том, к чему стремиться. Создание в Муравленко условий для жизни людей с ограниченными физическими возможностями стало одной из главных тем беседы. Говорили о том, какая работа выполнена и что в скором времени в нашем городе будет сделано для социализации инвалидов. Проблема инвалидов не только спортсменов, чтобы человек мог спокойно сам выехать с квартиры и за ним приехала машина, как Сан Саныч обещает, машину нам в Сок-Ямал приобрести с подъемником, ну, наверное, газель или что-то, микроавтобус. И человек, например, спортсмен, инвалид, может спокойно добраться до Сок-Ямала или до другого спортивного объекта, или к культуру, если будет там заниматься, или там по учебе куда-то. Сейчас спортсмен проходит курс лечения из-за полученной травмы, готовится к защите диплома и, конечно же, новым свершениям и победам. Программа государственного софинансирования пенсии в действии. Она стартовала в стране в октябре 2009 года, и на сегодняшний день более 8 миллионов россиян являются ее участниками. Однако срок действия программы ограничен. Желающим увеличить свой пенсионный капитал стоит поторопиться. До ее завершения остается ровно год. О сути государственного проекта софинансирования пенсии расскажет моя коллега Оксана Гитерман. Позаботиться о безбедной старости лучше всего с молоду. Тем более, что россиянам предоставлена возможность увеличить свой пенсионный капитал с помощью средств государства. С 2009 года в стране действует программа государственного софинансирования пенсии. Сегодня ее участниками являются чуть более 16 тысяч ямальцев. Только за 2012 год на свои счета они перечислили более 13 миллионов рублей. Для сравнения, это на 3,5 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что говорить про наш город? Цифры такие, что в этой программе участвует 750 человек. Цифры небольшие. По словам начальника Муравленковского отдела пенсионного фонда, скорее всего, дело в недоверии и малоинформированности граждан. Мы планируем до конца этого года, в следующем году, конечно, работать с населением по информированию, включиться в этот процесс. Все-таки это реальная возможность повлиять на свою будущую пенсию. Суть проекта заключается в следующем. Человек производит добровольные взносы в свою будущую пенсию, а государство стимулирует участие людей в пенсионном обеспечении. Говоря простым языком, любой работающий россиянин, вступивший в эту программу, может ежегодно пополнять свою накопительную часть пенсии. При этом на каждую добавленную сумму ровно столько же положит и государство. Суммы минимального и максимального взноса строго ограничены. Это может быть не меньше 2 тысяч и не больше 12 тысяч рублей в год. Если же участник готов внести на свой счет больше денежных средств, то запрета здесь нет. Это право каждого. Однако государственная прибавка все же составит 12 тысяч. Следующее. Каким образом он может производить отчисление? Отчисление он может производить сам лично, через кредитные учреждения, или же еще лучше через работу дателя. То есть с этим уведомлением, которое он получает от пенсионного фонда, он приходит в бухгалтерию и пишет заявление об удержании из-за его заработной платы определенной суммы. И все. И остальным уже занимается его работодатель. Всем желающим увеличить свой пенсионный капитал, необходимо успеть подать заявку до 1 октября 2013 года. Это можно сделать, обратившись в пенсионный фонд с заявлением, предоставив паспорт и свидетельство общего пенсионного страхования. Программа софинансирования будет действовать 10 лет, начиная с момента первого взноса, а его также нужно произвести до 1 октября следующего года. Оксана Гитерман, Андрей Нагибин, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. 14 октября завершился конкурс «Краса полиции Ямала». В нем приняли участие 13 представительниц прекрасного пола. Все они сотрудницы муниципальных отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации. Муравленко представляла инспектор направления по связям со СМИ Мария Иванова. Она успешно прошла все этапы состязаний, продемонстрировала теоретические знания по служебно-боевой подготовке, стрельбу и стабильного оружия, разборку и сборку пистолета Макарова. И, по ее словам, самым сложным испытанием было преодоление полосы препятствий. Вообще я никогда не стреляла с винтовки на полосе препятствий, когда бежишь, быстро проходишь. То есть нужно и на скакалке попрыгать было, и пролезть где надо, и прием борьбы показать. То самое сложное – это стрельба из винтовки, что раньше не было. И то из пяти выстрелов, то есть я попала три. Мария заметно выделялась среди других участниц и в творческом конкурсе. Ее визитная карточка была одной из лучших. По результатам состязаний она заняла четвертое место и стала обладательницей номинации «Мисс Обаяние». Итоговый выпуск продолжит блок спортивных новостей. С ними вас познакомит моя коллега Анастасия Попова. Здравствуйте, Анастасия. Чем была богата эта спортивная неделя? Здравствуйте, Адриан. Муравленковцы идут в ногу со спортивным временем и выступают как на городских, так и на окружных соревнованиях. Медалями пополнились копилки пауэрлифтеров и стрелков Муравленко. Подробности прямо сейчас. Сборная города выступила в Губкинском на соревнованиях по пулевой стрельбе в зачет 14-й спартакиады трудящихся. Наши спортсмены ежегодно принимают участие в окружных соревнованиях по стрельбе, но так успешно не выступали давно. Муравленковцы стреляли из малокалиберного и пневматического пистолетов и из малокалиберной винтовки. Юлия Быстрых стала первой в упражнении ПП-2, сделав 40 выстрелов из пистолета пневматического. В стрельбе из пистолета малокалиберного лучше остальных в нашей сборной выступили Елена Девятова и Олег Тарасенко. В личном первенстве у них третьи места. В командном зачете сборная Муравленко также завоевала бронзу, уступив ноябрьскую лидерам стрелкам из Губкинского. Таких результатов наша сборная не показывала на протяжении 8 лет. Была очень такая правильная психологическая подготовка со стороны тренера и со стороны техники тоже нам очень много дается при работе с нами. Ну и внутренняя какая-то такая вот хорошая спортивная злость на себя и за себя и за свою команду. В общем, нам это все помогло. А пауэрлифтеры Муравленко 14 октября открыли сезон первенством города. В нем участвовали 34 тяжелоатлета, в том числе и девушки. Все спортсмены выполнили по три вида упражнений. Становую тягу, жим лежа и приседания со штангой. Пауэрлифтеры выступали в пяти весовых категориях, начиная с 53 килограммов. Лучшие результаты на помосте показали Денис Маликов, Дмитрий Семикин, Замин Насиров, Владислав Чубар и Евгений Миронов. Среди девушек достойно выступили Яна Грица, Зимфира Бегишева и Роза Пинчук. Открытое первенство города по пауэрлифтингу традиционное. Здесь происходит отбор участников на окружные соревнования, которые пройдут в нашем городе в ноябре. Известно, что заявки на участие в ямальском первенстве уже подали спортсмены из Нового Уренгоя, Губкинского, Таркасоля, Ноябрьска и Муравленка. У нас большая текучесть кадров, можно сказать так, в данном виде спорта. Потому что те ребята, которые отучились, это ребята 17-18 лет, они обычно уезжают. И проблема лишь в том, что каждый год приходится готовить новый коллектив. Но в этом году этой проблемы нет, потому что с начала моей работы на данном предприятии я уже более-менее коллектив сколотил, можно сказать так. То есть ребята 16-15 лет, они в этом году готовы оказать достойную конкуренцию в нашем спорте. Покорили Сибирь. Тхаквандисты Муравленка вернулись из Новосибирска. 13 представителей команды городской федерации Тхаквандо приняли участие в международных соревнованиях Кубок Сибири. С 13 по 14 октября муравленковцы отстаивали честь города на международных соревнованиях. В них приняли участие около 750 спортсменов России и ближнего зарубежья. Сборная города Муравленка с 2004 года принимает участие в Siberian Open. Эти состязания имеют огромное значение для развития Тхаквандо на территории Муравленка. В 2012 году чемпионат обслуживали судьи международной и республиканской категорий. Лидеры команды Лилия Гашкадерова и Герман Ишмухаметов очередной раз подтвердили свои титулы. В копилке муравленковских спортсменов два кубка и четыре золотых медали. Также Лилия Гашкадерова стала абсолютной чемпионкой соревнований. В прошлом году воспитанники Виталия Агай были признаны лидерами Кубка Сибири в командном зачете. В этом муравленковские тхаквандисты вместе с тренером подтвердили звание чемпиона. На этом у меня все. Мы будем следить за дальнейшими достижениями муравленковских спортсменов. Спасибо, Анастасия. Наш выпуск подошел к концу и напоследок по традиции одной строкой напомним о тех событиях, которые произошли в городе на минувшей неделе, но не вошли в основной блок программы. Итак, на минувшей неделе в городе в очередной раз говорили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в жилом фонде. В ходе профоперации «Жилье» инспекторы выявляли нарушителей. 13 октября во второй школе состоялась встреча призывников и их родителей с представителями городского отдела военного комиссариата и членами призывной комиссии. Основной темой собрания стало обсуждение подготовки к призыву 2012 года. Молодых специалистов общества «Газпромнефть» на минувшей неделе торжественно принимали в ряды нефтяников. Фестиваль креативных фильмов, участниками которого они стали, был своеобразным испытанием для новобранцев. В Муравленко активными темпами продолжается строительство многоквартирных домов. Некоторые из них уже практически готовы к заселению. Наши журналисты интересовались, каково качество нового жилья. Подростковая преступность в городе вновь стала предметом для обсуждения, в этот раз в целях профилактической работы. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. О самом важном и интересном, чем будет богата следующая неделя, смотрите в нашем эфире ровно через 7 дней в это же время. А я благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин